Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Один человек погиб, еще несколько пострадали при пожаре в доме на улице Некрасовской. На месте происшествия работали 156 человек и 56 единиц техники. Чай, конфеты, макароны и сладости. Из Самары отправили очередной гуманитарный груз на Донбасс. Безотзывные вклады и бескупонные облигации федерального займа. В России может появиться новый инструмент долгосрочного инвестирования. Пластиковые и бумажные варианты документа больше не нужны. Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования теперь можно через госуслуги. Решит проблему бумажных протоколов и позволит проводить собрания онлайн. По новому закону дачники с января этого года смогут заочно голосовать на портале госуслуг. Пожар в доме номер 25 по улице Некрасовской сегодня встревожил весь город. Взгоранию присвоили второй ранг сложности. С огнем боролись более 150 человек и свыше 50 единиц техники. Первым делом прибывшие подразделения приступили к эвакуации людей. К сожалению, один человек погиб. Жильцам дома, которые сейчас находятся в пункте обогрева, окажут всю необходимую помощь. На месте происшествия находилась и глава города Елена Лапушкина. Андрей Горгуленко продолжит. Дым от пожара в доме номер 25А по улице Некрасовской видно за несколько кварталов, которые оказались перекрыты. Спасатели проливают деревянную кровлю дома, чтобы не допустить переброски огня на соседние здания. Информация об этом пожаре на пульт спасателей поступила в 9 часов 10 минут. Уже через несколько минут прибыли первые подразделения и установили, что горит лестничная клетка. С первого по второй этаж и три квартиры. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. С огнем боролись 156 пожарных и 56 единиц техники. По прибытию пожарные первым делом приступили к эвакуации людей из здания и провели водную магистраль от Волги к месту происшествия по улице Некрасовской. Пожарные приступили к эвакуации людей, которые не могли выйти. До прибытия пожарных подразделений эвакуировалось 17 человек. Пожарными было эвакуировано 5 человек. К сожалению, один человек скончался. По информации Следственного комитета, от отравления угарным газом уже в машине скорой помощи погиб ребенок 4 лет. По этому факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают все силовые ведомства. С жителями на месте общалась и глава Самары, Елена Лапушкина. Она встретилась с ними в пункте обогрева, который развернулся в администрации Самарского района. Также для жителей подготовили несколько автобусов для обогрева. Пункт временного размещения развернули в школе номер 15. Вечером состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, где с жильцами обсудят дальнейшую помощь. Всего в доме в 22 квартирах зарегистрированы 44 человека. В ближайшее время соберем все городские и областные службы по социальной защите, департамент управления имуществом и будем определяться с соцпомощью и с маневренным фондом, либо с дальнейшим фондом, где люди будут размещаться на постоянной основе. Как только пожар будет полностью потушен, сотрудники следственного управления приступят к осмотру места происшествия. Будут выяснены причины пожара и лица, которые могли пострадать в результате возгорания. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня работает в Ростовской области. Глава региона, как и обещал родственникам военнослужащих, встречается с нашими защитниками из 1444 полка. Кроме того, сегодня же состоится телемост с Самарой, в ходе которого военнослужащие смогут пообщаться со своими близкими. В Самаре строительство метро не останавливается ни на день, как в историческом центре города, так и в районе перекрестка улиц Полевой и Новосадовой. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем возведут станционный комплекс. Здесь готовность стартового котлована составляет более 90%. В середине января ожидается прибытие в Самару представителей специализированной субподрядной организации, которая в дальнейшем поставит и смонтирует тоннели-проходческие механизированные комплексы. Рассказали в Управлении капитального строительства Самарской области. Пока же актуальные работы, в том числе связанные с инженерными коммуникациями, продолжаются. В частности, в ближайшие пару месяцев укрепят коллектор на улице Вилоновской. Строительство метро и все остальные процессы находятся на непрерывном контроле областных и городских властей. Напомню, что после завершения первой ветки Самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Для этого муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» планомерно обновляет технический парк. К началу текущего года в заводских условиях в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали 22 вагона. Еще один новый поезд из четырех вагонов курсирует по ветке с середины 2020 года. А в этом сезоне планируют отправить на капремонт до 10 вагонов. Рассчитывают, что к открытию «Театральной» почти весь подвижной состав обновится. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом за 20-25 минут добираться с окраин до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Расширение метрополитена дает возможность быстро, качественно, как вообще и принято в современном мире, добираться в нужные части города. Это здорово. Надеюсь на скорейшее открытие этой станции. Наш город неустанно растет. Очень надеюсь, что и метрополитен также будет развиваться нашим городом. Поддерживать не только словом, но и делом. 6,5 тонн продуктов первой необходимости собрали самарцы для мирных жителей Луганска. В сборе и отправке гуманитарной помощи принял участие депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Подробности в репортаже нашей съемочной группы. До отправки меньше часа. На территории одного из судостроительных заводов Самары машину с гуманитарной помощью продолжают загружать. В багажнике десятки прочно упакованных коробок. В них продукты, которым жители Луганска будут особенно рады. Мука, макароны, черный чай, сгущенка и конфеты. Родион Светличнов уже не впервые отправляется в рейс. Признается, неравнодушных нет. Тоже поеду. Я буду, наверное, шестой раз или седьмой раз. У ВДВ есть один из девизов «Своих не бросаем». Но мне кажется, что русские своих не бросают во всех ситуациях. Я думаю, что это стало девизом уже не ВДВ, а всеобщим народным каким-то. В сборе и отправке гуманитарного груза принял участие и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Я абсолютно убежден, что те, кто получали уже наши гуманитарные посылки, они тепло, сердец самарцев, жителей других регионов, которые собирали эти грузы, конечно же, почувствуют и еще раз для себя поймут, как важно быть частью одной большой семьи. Организаторы отметили, и это уже не первый случай, когда человеческое неравнодушие можно взвесить в тоннах. Сбор необходимого будет продолжен. «Мы все понимаем, как там на месте, тем более зима сейчас, холодно. Если у нас здесь минус 26, то там, конечно, чуть теплее. Не у всех есть отопление, не у всех есть продукты, не у всех есть деньги, чтобы покупать эти продукты. Для нас это очень важно. Мы не просто сочувствуем, мы деятельно участвуем и готовы и дальше это делать». Загружают посылки волонтеры и неравнодушные жители Куйбышевского района. Сейчас они всеми силами помогают мирному населению во имя Великой Победы. «До нас это также сближение с народом, нуждающимся в помощи. Это шаг к победе, так скажем. Мы все надеемся, что мы скоро все это завершим, все это закончится и мы все будем праздновать, жить мирно, одной страной». Впереди более тысячи километров пути. Планируется, что уже завтра вечером жители Луганска получат помощь, которую так ждут. Ксения Баканова, Максим Гусев, События. Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования себе или ребенку теперь можно на госуслугах. Об этом сообщает Минцифра. Носить с собой пластиковые или бумажные варианты документа больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона. А при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные будут подтягиваться автоматически из личного кабинета, говорится в официальном заявлении. Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление, и в течение одного рабочего дня он будет готов. Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете. При необходимости пользователь может изменить регион страхования, а также приостановить или возобновить действия полиса. Поменять страховую можно один раз в год по любой причине, а в случае переезда – без ограничения. Далее коротко о других темах этого дня. Двоих самарцев осудили за содержание наркопритона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. В ходе судебного следствия установлено, что в период с ноября 2021 года по март 2022 года хозяева квартиры неоднократно предоставляли наркозависимым лицам место и предметы для приготовления наркотического средства и его употребления, получая за данные услуги от лиц наркотики для личного употребления, рассказали в ведомстве. Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Осужденные обязаны приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а также не покидать место жительства с 10 часов вечера до 6 часов утра. В Самарской области набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками органов безопасности и склоняют жителей региона к переводу денег на неустановленные счета, якобы для их сохранности. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности по Самарской области. Для большей убедительности мошенники используют телефонию, которая позволяет подменить реальный номер абонента городским номером дежурной службы УФСБ по региону. Поскольку звонки поступают в территории соседних государств, найти и привлечь мошенников к административной и уголовной ответственности сложно. В Управлении Федеральной службы безопасности призывают граждан быть бдительнее и напоминают, сотрудники силовых структур не занимаются подобной деятельностью. Новый вариант омикронштамма коронавируса «Кракен» более заразен, но протекает в легкой форме. Поэтому опасаться резкого ухудшения эпидситуации в России из-за него не стоит. Об этом заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. Все штаммы омикрона объединяются двумя общими особенностями. Они более заразны по сравнению с предыдущими вариантами – альфа, бета, гамма, дельта. Также они вызывают относительно более легкую форму болезни. Поэтому новый подвид коронавируса «Кракен» ухудшение эпидситуации в России не вызовет. В Самарской области сотрудники полиции спасли 38 замерзающих пассажиров автобуса. В дежурную часть МВД России «Нефтеборский» поступило сообщение, что у рейсового автобуса, который следовал из Казахстана в Самару, замерзло топливо. Водитель был вынужден остановиться на обочине. В салоне находились 38 пассажиров, в том числе 7 детей. Температура воздуха в тот момент составляла минус 34 градуса. В считанные минуты на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Оценив обстановку, они пересадили семью с детьми отогреваться в патрульный автомобиль. Убедились в том, что вторую семью с несовершеннолетними забрали родственники, после чего доставили родителей и юных пассажиров в пункт обогрева. Затем полицейские сотрудники МЧС оперативно организовали эвакуацию оставшихся пассажиров в безопасное место, где для них организовали горячее питание. За 2022 год судебными приставами региона привлечено к административной ответственности свыше 1700 алиментщиков и возбуждено более 930 уголовных дел по исполнительным производствам о выплате алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Всего в результате принятых мер за прошлый год должники по алиментам перечислили своим детям почти 885 миллионов рублей. С января этого года дачники смогут провести заочное голосование на портале Госуслуг. По информации экспертов Народного фронта, сегодня в России почти 60 миллионов граждан имеют садовые или огородные земельные участки, большинство из которых объединены в товарищества. Новый закон позволяет членам садовых некоммерческих товариществ проводить собрания в вочно-заочной или заочной форме, проголосовав по электронной почте или с мобильного телефона. Нововведение также позволит решить проблему подделки бумажных протоколов, которые зачастую фальсифицировались из-за невозможности собрать кворум из членов товарищества. В законодательстве было и ранее отмечено, что можно голосовать в электронном виде для членов товарищества, но не было определено, как это, на какой платформе, собственно, по сути, была нерабочая норма. Сейчас ее адаптировали, конкретизировали и, можем сказать, что для большого количества людей, у которых есть дача, которые являются членами таких товарищей, это, безусловно, польза, потому что, как и все объединения некоммерческие, они должны принимать много решений, как вы знаете, пойди собери всех членов товарищества, теперь понятно как, теперь понятный же ресурс, госуслуги, и это такое важное, на мой взгляд, изменение. В России может появиться новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан. Речь идет об облигациях федерального займа без купонных выплат. В них можно будет размещать в том числе пенсионные накопления. О плюсах и минусах новых форм долгосрочного инвестирования расскажет Светлана Кудрявцева. Безотзывные вклады и бескупонные облигации федерального займа, как альтернатива традиционным срочным депозитам и накопительным счетам, российские власти планируют разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения. Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, утвержденной правительством. Предполагается, что бумаги станут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Центробанк, и в них можно будет размещать в том числе средства пенсионных накоплений. В перспективе такие формы сбережения могут принести доходность, поскольку способны абсорбировать инфляционные процессы, считают эксперты. В 2022 году инфляция составила приблизительно порядка 12%. Таким образом, те формы сбережения инвестиций, которые могли бы покрыть инфляцию, должны иметь доходность не менее 13%. Что мы имеем по факту? Средняя максимальная ставка по вкладам среди 10 крупнейших банков депозитодержателей в 2022 году составила порядка 9,4%. А кривая бескупонной доходности по 10-летним ОФЗ в том же году не превышала 10,6%. Тем не менее, если рассматривать такие альтернативные формы сбережения на длительном периоде, то, безусловно, на фоне снижения инфляции они могут принести депозитодержателям и сберегателям положительную реальную доходность. В то же время, безотзывные вклады и бескупонные облигации федерального займа не дадут гражданам возможности вернуть свои деньги досрочно. Поэтому, скорее всего, население продолжит использовать привычные способы инвестирования, покупая недвижимость, землю, драгоценные металлы. Например, только по итогам 2021 года стоимость квадратного метра в новостройках стандартного класса выросла на 25-30%. Соответственно, мы увидим принципиально иную доходность. В то же время, в 2022 году утратила свое прежнее значение такая форма инвестиций, как покупка наличной валюты, в то время как приобретение автомобиля, автотранспортного средства стало более перспективной инвестицией. Такие формы, как накопительные счета, спекулятивные инвестиции, покупка вещественных ценностей по-прежнему будут иметь большое значение для населения, и новые формы сбережения едва ли смогут их заместить, считают эксперты. Альтернативные варианты долгосрочного инвестирования в том виде, в каком предложены в новой концепции, больше нужны государству и банкам, нежели сберегателям. Светлана Кудрявцева, События. В сильные морозы особый уход нужен не только человеку, но и вещам его окружающим. В современном мире, где автомобиль давно не роскошь, а средство передвижения, ему тоже нужно правильное обслуживание, чтобы и при минусовых температурах он продолжал выполнять свои функции. Как ухаживать за машиной, расскажем в следующем сюжете. Владимир Юдин работает водителем более 20 лет. В морозные дни дополнительно следит за состоянием авто и проверяет уровни всех жидкостей в двигателе. Порой, чтобы машина завелась, заранее выходит прогревать ее ночью, а утром заводит не сразу. Дает проснуться аккумулятору с помощью включения дальнего света на 5-10 секунд и топливной системе, включая зажигание. Когда зажигание включаешь, там насос включается, бензин подается. А если сразу включить зажигание, сразу не поджидая, может бензин не попасть и она не заведется. Особенно в такое время морозное. Также Владимир в морозные дни аккуратнее действует во время движения. Советует после прогрева ехать медленно, чтобы все системы автомобиля работали без напряжения. Да и в дальнейшем размеренно разгоняется и плавно тормозит, потому что на дорогах возможно налить. Большую скорость нельзя, когда-то в 40, там не больше. Чтобы коробка разогрелась, коробка обязательно должна разогреться, иначе она тоже портится. Она не в раз, но она испортится постепенно. Казалось бы, дорога чистая, но в связи с морозами от выхлопа держу влагу и дорога покрывается сейчас легким таким льдом. Прямо налить такая, она чувствуется. Особенно на светофорах чувствуется. Специалисты в сильные морозы советуют совсем старый аккумулятор заменить на новый, а также заносить его домой и по возможности заряжать. Обязательно приобрести размораживатель замков и хранить его дома или в сумке. Следует запастись необходимым количеством охлаждающей и стеклоочистительной жидкостями, имеющих достаточный запас по морозостойкости. При частых кратковременных поездках мороза необходимо тщательно очищать свечи от слоя нагара. В сильные морозы необходимо следить и за давлением в шинах, ведь если оно понижается или повышается, это значит протектор не справляется со своей работой. Однако проверку лучше оставить профессионалам, ведь любительский манометр на холоде может показывать неправильные данные. К сожалению, даже все предпринятые меры не могут полностью исключить возможность каких-то случаев и инцидентов. Тогда за помощью лучше обратиться к профессионалам. А если вы сами стали свидетелем, что кто-то не заводится или имеет другие проблемы, а вы можете помочь, то предложите помощь. Ведь братство автомобилистов должно быть сплощенным. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В расписании Курумыча вновь появились рейсы в Махачкалу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Прямые и регулярные рейсы будут осуществляться с частотой один раз в неделю по вторникам. Валет из Самары запланирован на 7.25 утра. Прибытие в Махачкалу в 8.55. Обратные рейсы отправятся из Махачкалы в 9.45 утра. Прибытие в Самару по расписанию в 12.55. Поделились в пресс-службе. Продолжительность полета составит 2 часа 30 минут. Спортивный директор Сергей Корнеленко получил лицензию про УИФА. И теперь может занимать высшие тренерские и управленческие должности в футбольных клубах по всему миру. Баскетболистки Самары сражаются за выход в плей-офф. А Тольяттинская «Лада» прервала серию длиной в 14 лет. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корнеленко стал обладателем лицензии про УИФА. Обучение проходило с 2020 года. Эта лицензия позволяет занимать высшие тренерские и управленческие должности в любой стране мира. Торжественная церемония вручения дипломов прошла сегодня в Академии Российского футбольного союза. Футбол постоянно развивается и нужно развиваться вместе с этой замечательной игрой. «Сегодня я тружусь на благо «Крыльев Советов» и хочу быть полезным нашему клубу», отметил Сергей Корнеленко. Баскетболисты Самары в рамках российской премьер-лиги принимали дома «Оренбургскую надежду». Стартовые минуты поединка остались за хозяйками паркета. После чего гости сократили отрыв и даже вышли вперед. Но первую четверть Самары закончила в свою пользу. К большому перерыву преимущество удалось закрепить. Но уже в середине третьего игрового отрезка оренбурженки счет сравняли, а затем и вышли вперед. В заключительной четверти игроки Самара были в роли догоняющих, но одарять соперниц не смогли. Поражение 87-90. Хоккеисты «Лады» в домашнем матче чемпионата ВХЛ уступили за Уралью из Кургана. Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором игровом отрезке гости дважды выходили вперед, но автозаводчане оба раза отыгрывались. Встреча перешла в овертайм, где удачнее действовали зауральцы. 2-3 поражения «Лады». Гонбалистки «Тольяттинской лады» впервые с декабря 2008 года не смогли на домашнем паркете обыграть Краснодарскую Кубань. Победная серия во всех турнирах насчитывала 30 встреч. В этот раз соперницы сошлись в рамках Российской Суперлиги. На протяжении всей игры счет был равным. Лишь изредка соперницы получали преимущество более одного-двух мячей. Уверенно действовали иголки и пера обеих команд. На последней секунде Кирятшева могла принести Тольяттинкам победу, но ее бросок цели не достиг. Итог ничья 26-26. «Лады» на четвертом месте в таблице. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской» предлагают принять участие в вопросе «Твори добро, добровольчество в вашей жизни». И напоминают, добровольчество – это не только помощь тем, кто нуждается, но и возможность саморазвития. Волонтерство позволяет увеличить круг общения, встретить единомышленников, приобрести профессиональные навыки, повысить интеллектуальную и творческую активности, научиться эффективно действовать в нестандартных ситуациях. Опрос анонимный. Результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики. Принять участие в нем можно до 11 февраля 2023 года по опубликованной в телеграм-канале ссылке. В Самаре для отдельных категорий граждан действует услуга «Социальное такси». Напоминают, в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В рамках данной услуги осуществляется перевозка маломобильных граждан к социально значимым объектам на легковых автомобилях. За 2022 год в рамках предоставления услуги «Социальное такси» выполнено 58 193 просьбы по перевозке маломобильных групп населения. Оформить заявку можно по телефону 250 03 50. В России вступили в силу новые налоговые льготы для бизнеса, информирует в телеграм-канале Красноглинского района. С 1 января 2023 года бизнесу стали доступны налоговые льготы при покупке и внедрении отечественных IT-решений. Таким образом, вступила в силу предложенные в ноябре президентом России Владимиром Путином условия для развития российских компаний. Теперь, как отмечал российский лидер, у бизнеса появится возможность направить сэкономленные с помощью льгот средства на технологическое обновление. Контроль над исполнением президентского поручения верен Федеральной налоговой службе. Напомним, в России для сотрудников IT-компаний предусмотрен ряд льгот. Так, для них доступно предложение льготной ипотеки на упрощенных условиях. Программы уже воспользовались тысячи россиян. Что делать, если получил обморожение, рассказывает телеграм-канали советского района. При первых признаках покалывания и потере чувствительности, покраснении участков кожи, нельзя согревать обмороженные части тела огнем или горячей водой, употреблять алкоголь, растирать кожу растворами на масляной основе. Если пострадавший находится в сознании, необходимо дать ему горячий сладкий чай, накормить горячей пищей, вызвать скорую помощь. Чтобы избежать обморожения и неприятных последствий, связанных с ним, нужно теплее одеваться, лучше в свободную одежду и малоскользящую обувь. Не носить на морозе металлические украшения, надевать перчатки, шарф и шапку. И по возможности обходить здания, с которых может упасть снег или наледь. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин